В России началась пора сдачи госэкзаменов. С каждым годом вопросу контроля и безопасности уделяется все более пристальное внимание. Для того, чтобы попасть в аудиторию, для начала нужно пройти рамку металлоискателя. После сдать вещи в гардероб и еще раз пройти металлоискательный наличие телефонов и запрещенных вещей. За ходом сдачи ЕГЭ ведется онлайн-наблюдение. Каждая аудитория оснащена двумя камерами. Также в места проведения экзаменов выезжают инспекторы оборнадзора. К столь строгим мерам все относятся по-разному. Перебор все равно чувствуется. Типа шпаргалку бумажную принести это все равно, никаких проблем в этом не будет. Но открытая дверь в туалете это так, не очень хорошо, я думаю. Я, конечно, понимаю, что тут еще и безопасность действована, поэтому привыкаемое все это. Да, несколько смущает, потому что это как-то какая-то паранойя выглядит больше со стороны. Если бы не было проверки, смысл? Нет. А какой смысл? В нашем пункте работают самые опытные педагоги школы Октябрьского района, которые на момент проведения единого государственного экзамена становятся организаторами. Организаторы единого государственного экзамена во главе с руководителем, со членами ГЭК стараются поддерживать доброжелательный эмоциональный фон. Поэтому участники ЕГЭ, конечно, волнуются, переживают, но, как правило, никаких казусов не происходит. Обязательными экзаменами по-прежнему остаются математика и русский язык, а остальные предметы выбирает сам выпускник. Первыми в этом году сдают географию и информатику. Участников очень много, особенно по информатике. Для информатики у нас приготовлено 10 аудиторий, в каждой аудитории 15 участников. Для географии 3 аудитории всего, там тоже по 15 участников. Добавим, что в этом году в Башкирии ЕГЭ сдают 20 тысяч человек. Для них распахнут в своей двери всего 98 пунктов сдачи. Следующим экзаменом станет базовая математика. Он пройдет уже 30 мая. Продолжение следует...